я не знаю что такое но это что-то очень крутое тяжелое и толщиной сантиметра 3 и через секунду патрон и монету понял здорово народ добро пожаловать на канал не плохо макфлай мы сегодня открываем новый сезон поискового магнита и вернулись мы вот на это замечательное место это мельница купца талдыкина в прошлом году приезжали сюда бросали здесь вот с того берега бросали нашли кандалы в общем много чего интересного наш но в этом году друзья река пересохла совсем то есть смотрите вот она прям речка идет и вот совершенно сухое дно вот сейчас пойдем там просто походим и с той стороны мы бросали вон с той платформы получается перед ней абсолютная пустота там тоже можно будет походить друзья у нас всем кстати соревнования потому что илюха купил себе новый магнит у меня тут конкурирующая фирма нарисовалась вот но у меня уже есть первая находка а у илюхи пока ее нету смотрите что поймал это у нас экранчик это раньше был экранчик на нем даже сохранилась немножко сетки илюх 1 0 у меня экран грязно очень грязно илюх есть чё ну давай у меня кстати есть у меня есть у меня если что я выловил кое-что у у тебя просто тогда 20 так у меня какая-то проволока и еще один экранчик любят тут экраном короче ловить 1 этажа то есть я сейчас стою на дне и вот от того уровня который был прошлым летом когда мы сюда приезжали ну метра полтора воды точно нет то есть я бы сейчас с головой погрузил илюх есть чё у меня кстати третий у меня уже третий экранчик третий экран смотрите прям совсем древний короче сегодня день экранчик уже три штуки и даже несмотря на то что особо ничего не ловится друзья какие красивые места скалы невероятные прям очень красиво будьте когда мимо проезжать заглядывать варгольские скалы мельница купца талдыкина можно прям так убивать навигаторе и приезжать сюда так решили мы войти внутрь и потому что очень захотелось осмотреть культурный объект а потому что у илюхи зацепился магнит сейчас мне разворачиваться страшно все дело шатается хочу бросал илюха здесь под мостом и у него там вот зацепилась на ту сторону дергали дергали не получается соответственно сейчас протянем на это и попробуем сюда если там зацеп то должны вырвать счет по-прежнему 30 крюк был гвоздь был ну ладно 3 3 2 3 полтора вот так мы перебрались на другую сторону друзья будем сейчас прям под мельницы бросать летом бросали здесь и уровень воды был примерно вот такой соответственно метра два у нас сейчас освободилась здесь вот видно увидите каменные столбы здесь столбы илюха вот на надгробном камни да илюх ну давай вытащи что-нибудь удивительное я честно не хочу даже магнит мочить короче не лень есть ну все перспективнейшее место я тебя тут оставлю пойду осмотрю достопримечательности пока давайте вам пока покажу саму мельницу прям строение огромное раз два три 4 5 этажей тут видите вот например не знаю что это печка и вот здесь вода шла вот по этой штуке и вот там стояла турбина она там и осталась ну как какие-то остатки есть и сама турбина они сама сама о-о-о-о тут кстати летом когда приходил тут ничего видно не было потому что было затоплено сейчас прям видно всю эту историю смотрите вот такая друзья мельница тут вода шла и получается вот это вот раскручивала и куда-то наверху ходила это усилия видимо так ладно пойдем магнит бросать супер историческое место очень круто чё там люк мы уже ходили вдоль так пока и люк тешится надеждами что-то поймать давайте я вам немножко покажу вот это старый ледник сюда натаскивали лед с реки зимой ну а летом использовали собственно как холодильник чушь понятно вот далее плиты огромный это пильный известняк вот и вот немножко мусора на правда здесь видите потолок такой раз сводики таки а это наверное рельсы ну и здесь до свода и сейчас и сейчас здесь очень холодно как как в леднике и прям решеточка клад здесь можно прям какой-нибудь кино историческое снимать его сижу за решеткой в темнице совесть и вот вот так темница когда-то представлял наверное вы тоже мы уже идем по территории усадьбы здесь тоже сейчас побросаем советское время тут был санаторий и видно вот прям ведь за домами сразу скалы начинается летом кстати ничего такого не было видно летом все зеленое красивое кажется там просто леса там нет там скалы скалы а это вот главный усадьбы мы вернулись на старое место вот с этой платформы мы летом очень много чего поймали тут кстати наши находки еще смотри люк лежат вот вот этому все летом вытаскивали здесь бросали так а сейчас просохла прям капитально максимум докидывали ну вот так вот на подъемке называется что-то найдем вот эти вот лужи про сами касаемо самой перспективности посмотреть друзья можно ничего не бросать уже все собрали за нас тоже видимо кто-то магнит бросал и чьи-то находочки руль не разбираюсь или это нет это это с металлоискателем здесь скорее всего ходили потому что штука алюминиевая нормально я говорю можно и магнит не мочить во все уже найдено за нас все нормально так сейчас насчет может измениться и люха что-то нашел и месяц и радостно за то что мы что-то нашли и горестно потому что я не хочу проиграть чё там делю свая ты нашел свою господи блин я прошел человек 20 метров ради свои у ничего себе прикиньте реально давать масса там и от плотины вот это вот это железь очень на ней хренеть круто прикольно даже не знаю что делать я вот это да это прям тянет на историческую находку металла сразу с первых заброс монета вот это большая да ну хватит монеты не магниты но по форме конечно монеты я ее еще и отковырять не могу блинчик какой-то железный не знаю надо бы это отмыть но не бывает железных монет или бывает друзья пишите комментарии что-то опять железнодорожная нет это скопа интересная форма пока все нифига себе железя чего пока а чуметь внутри залезла или что это железнодорожная тут все железнодорожная ну да друзья пишите комментарии что это железнодорожное что собаку не прибей собака потому что не фартовая пока я тут снимаю красоту нифига себе я же говорю что это было офигеть а это забора какая-то типа забора или леса тяжелая тяжелая ну черепите за работой да взлотимся скоро хоп и кованый кость сразу хе-хе прикольно история прям под ногами я нашел череп не человеческий конечно но но с рогами сейчас его достану вот овощи потусторонняя находка класс прям под мельницей не то камень не то что выковырнули это наверное то что-то железнодорожное он реально тонну весит вот это да слушай ну это не колкул да а может и колкул я не знаю я не знаю что это такое но это что-то очень крутое и тяжелое и толщиной сантиметра 3 офигеть может про колкул какой круто так перспективное место мы же нашли кусок колокола сейчас вытащит все остальное что это какая-то полоса с заклёстками она полоса есть она современная собак не убей арматура привет из СССР я нашел кольцо всевластия арматура зайдет кольцо всевластия сейчас почти почти смотри эх войны нет это на самом деле эх охоты а не войны но все равно прикольно о и монитосина вот смотри Илюх вот только я у тебя забрал магнит и через секунду патрон и монету понял да из кармана достал ты да да хватит Леня ну какая разве таку достанешь из кармана еще один забросец еще одна штучка вот так это накладка замка советская скорее всего вряд ли древняя мы выбрались речки решили немножко погулять по территории пока еще зелени мало пока тут можно все рассмотреть потому что летом тут совершенно ничего не видно короче давайте вам немножко покажем здесь прям какие-то красивые места смотрите террасы начинаются ступеньки тут наверное какая-нибудь статуя в углу стояла да Илюх как он писающий мальчик прям все мхом поросло красота и получается с той стороны видите скала здесь лесок здесь какие-то круглые строения вот одна беседка стояла вот другая а может быть что-то гидротехническое от мельницы но вряд ли вот что-то третье но раздолбанное четвертая чаша какие-то чаши Илюха это какие-то чаши а там грота нет внизу не было фонтаны думаешь переливные ну вполне может быть да а там грот был пещерка ух ничего себе да нет это а я не знаю гляньте друзья какая зачем такая глубина когда просто фонтанчики парковые и тут таких много конструкций допустим не знает какая-то мне кажется гидротехника связанная с мельницей так а вот тут типа грот прикольное место я говорю проезжали даже знать не знаю что здесь в кустах такая штука отсюда либо вода вытекала либо это типа камин нет это вода вытекала это какой-то акведук ну что друзья я думаю мы неплохо сегодня открыли сезон несколько интересных находочек у нас было впереди нас ждет огромное лето куча бросаний магнита в разных местах так что обязательно подписывайтесь на канал Миклуха МакФлай пока-пока МакФлай